Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первый видеоавторынок и сегодня в обзоре. Раз, два, три. Систему автопарковки они сюда поставили, а на электропривод крышки багажника, видимо, фантазии уже не хватило. Ох, это волшебное слово «себестоимость». Я вот думаю, сострить что-нибудь на эту тему. Заново. Поехали! Наш сегодняшний герой – это фигурант параллельного импорта. Автомобиль весьма свежий и такой, который вы можете позволить себе купить, если рассчитываете потратить на автомобиль до 4 миллионов рублей. В данном случае это весьма интересный вариант Kia Sportage в кузове NQ. Это нынешнее актуальное поколение модели. Появилось оно в 2021 году. На корейский родной рынок эти машины поставлялись совсем не с тем набором агрегатов, с которыми они шли на рынок России. Если на наших дилерских Sportage двигатели были только бензиновые объемом 2.0, либо 2.5 литра на 150 и 190 лошадиных сил, соответственно, которые сочетались либо с классическими автоматами, либо с механикой, то на родном корейском рынке бензиновым агрегатом был малолитражный 1.6-литровый турбомотор на 180 лошадей, который мог также работать в составе гибрида. И такие автомобили агрегатировались только с роботизированной коробкой передач типа DSG, то есть с двойным сцеплением. А в нашем случае автомобиль дизельный 2 литра, стоит 84 лошадиные силы, целых 412 ньютонов крутящего момента. Самое приятное, здесь стоит 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Этот автомобиль чистый кореец 2022 год выпуска и родной пробег 22 тысячи километров. Ну а теперь про кузов. Появлению последнего поколения Sportage дизайнеры Kia значительно осмелели. И хотя Sportage NQ не настолько напоминает инопланетное чудовище, как его собрат по концерну Hyundai Tucson последней генерации, выглядит он все же довольно авангардно, особенно это касается оформления передней части. Это довольно крупный автомобиль. Габариты кузова здесь следующие. Длина 4 метра 66 сантиметров, ширина 1 метр 86, а высота 1 метр 66 сантиметров. Колесная база тоже немаленькая 2,75. Дизельная версия имеет снаряженную массу в 1685 килограмм, а максимально разрешенно полная масса превышает 2 тонны 100. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, с завода корейский Sportage имеет окрас, который лежит в диапазоне от 100 до 130-135 микрон. Что касается качества окраса, как показал опыт российских дилерских автомобилей, краска здесь довольно нежная. Сколами эти автомобили покрываются оперативно, а вот превращаться в рыжие точки эти самые сколы отнюдь не спешат. Обзор автомобиля внутри начнем, конечно, с багажного отделения. Кстати, данные о его каталожном объеме значительно разнятся для корейских и дилерских автомобилей. Поэтому вооружимся просто рулеткой и посмотрим, как обстоят дела на практике. Кстати, дизайн задней части этого автомобиля не, в пример, более консервативный, чем дизайн передка. Доступ в багажник открывает довольно увесистая крышка, которая, к слову, не оснащена электроприводом. Проем багажника здесь, кстати, визуально широкий, плюс небольшая погрузочная высота, опять же, для кроссовера. Ширина проема багажника по его средней части 112 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 79. Минимальная ширина по полу 102, а расстояние от спинки заднего сидения до крышки багажника 101 сантиметр. В отличие от предыдущей генерации, где сидения складывались и оставались под небольшим наклоном, здесь они образуют практически ровный пол. И полезная длина, которую вы можете использовать для перевозки груза, будет составлять теперь 1,85 метра. А это уже много. Расстояние же от крышки багажника до приборной панели у этого автомобиля составляет 2 метра 71 сантиметр. Так что грузовые возможности у этого Спортейджа вполне достойные. Что касается дополнительных удобств по багажнику, то для автомобиля, который имеет подобный набор опций спереди в салоне, багажник выглядит преступно просто. Здесь нет практически ничего, что заслуживало бы упоминания, если не считать пары крючков для пакетов по бокам, а также петель для крепления сетки. Есть небольшой плафон освещения слева на боковой панели. А под фальшполом, который в данном случае весьма интересно складывается, вытаскиваясь из пазов, мы видим только формованную пенопластовую емкость, которая содержит в себе набор для ремонта проколотого колеса. А также штатный знак аварийной остановки. Никакой докатки или тем более полноразмерного запасного колеса в корейском варианте Спортейджа нет. Ну а теперь про салон. И это действительно интересная часть данного обзора. Поскольку ничего общего этот автомобиль с предыдущим поколением Спортейджа внутри не имеет. Впрочем, равно как и снаружи. Салон в данном случае у нас полностью кожаный. Сидеть удобно. При росте 1,86 метра оптимальная посадка подбирается довольно быстро. Рулевое колесо здесь маленького диаметра, очень хваткое, очень удобное и, кстати, не скользкое. Сидения имеют боковую поддержку на спинках, но практически лишены ее на подушке. Регулировки кресла водителя в данном случае полностью электрические. Причем, в отличие от некоторых китайских моделей, здесь есть возможность регулировки подушки по наклону. Поэтому, как бы то ни было, но ваше бедро не останется висеть в воздухе. При максимально отодвинутом назад водительском сидении и моем росте я спокойно выпрямляю левую ногу в колене, при этом доставая носком ноги до моторного щита. Рулевое колесо также регулируется, причем в значительном диапазоне по двум плоскостям. Запас пространства над головой плюс-минус имеется. Опора под локти тоже. Это касается и центрального подлокотника, который имеет кожаную отделку, и подлокотника на дверной карте. Правда, здесь производитель подсэкономил. Подлокотник пластмассовый и пластик этот жесткий. В то время как верх дверной карты и верхняя часть приборной панели выполнены из пластика мягкого. Ключевое отличие интерьера Спортейджа от интерьера Туксона кроется в том, что здесь используется один большой дисплей для приборной панели и мультимедийной системы. Но если на Туксоне нарисованные приборы выглядели как аналоговые шкалы со стрелками, то в данном случае это чистой воды модерн, так же как на китайских автомобилях. Цифровой спидометр и цифровой тахометр. Считывать показания скорости и оборотов двигателя в данном случае лично мне неудобно. Спасибо хоть за то, что цифры здесь крупные. И в отличие от китайского автопрома можно обойтись без монокля. В центру приборной панели имеется информационный дисплей, на который выводится масса вспомогательной информации от разного рода ассистентов безопасности. Исходя из того, что автомобиль этот современный, аналоговых кнопок здесь уже не так много. Стандартное управление стеклоподъемниками и боковыми зеркалами на подлокотнике водительской двери. Корректор фар, что странно, механический. Рядом с кнопкой системы стабилизации приютилась и клавиша включения-выключения стояночного тормоза. Здесь он электрический. Подрулевые переключатели располагаются на своих местах. Переключаются они без щелчков, практически бесшумно, с приятным усилием. На левом переключателе у нас управление светом, а на правом дворниками. Никаких дополнительных функций на них здесь не возложено. На рулевом колесе левая сторона отвечает за управление мультимедийной системой и телефоном, правая за бортовой компьютер и круиз-контроль. Круиз на этом автомобиле умеет держать полосу и расстояние до переднего автомобиля. Огромный дисплей мультимедийной системы в данном случае многофункционален. Первое, для чего его можно использовать, это для того, чтобы вывести сюда картинку с камер кругового обзора. Огромный дисплей мультимедийной системы здесь многофункциональный. Первоочередно на него можно вывести картинку с камер кругового обзора. Причем вы можете настраивать обзор с тех зон, которые вам в данный момент актуальны. Например, можно активировать только заднюю камеру или только камеры в боковых зеркалах. Включить переднюю или вовсе осмотреться вокруг. Также этот дисплей используется для системы навигации и для мультимедийной системы. Как и в Kia K5 в этом автомобиле зашит набор релаксирующих мелодий и звуков. Из серии «Дождливый лес» или «Камин». Так что если стояние в пробках заставляет вас очень сильно нервничать, у этого «Спортейджа» есть при помощи чего вас успокоить. Крайне интересно, здесь реализовано управление климат-контролем. Здесь только две физические поворотные ручки, которые отвечают за регулировку температуры в левой и правой зоне. А вот все остальные клавиши уже нарисованы на дисплее. Это тачскрин, которым вы не сможете пользоваться, не отвлекаясь от дороги. Пиктограммки здесь маленькие. Здесь регулируется скорость оборотов вентилятора, переключаются направления обдува и так далее. Самое интересное, что нажав на специальную пиктограмму, вы можете поменять назначение всей этой панели. И теперь вместо климата она у вас начинает заведовать мультимедийной системой и навигацией. Левая поворотная рукоятка становится соответственной за громкость мультимедия, а правая – за смену треков либо настройку радио. Похожее решение со сменой назначения панельки управления мы видели на Nissan Juke еще в 2011 году. Что касается центральной консоли, здесь у нас уже физические клавиши управления подогревом либо вентиляцией передних сидений, подогревом руля, кнопка запуска остановки двигателя, селектор коробкой передач в данном случае выполнен в виде круглой поворотной шайбы. Пользоваться им просто привычка никакая не требуется. Три нефиксируемых положения, задний ход нейтраль драйв и парковка, которая активируется при помощи нажатия кнопки посредине самой шайбы. Также есть дополнительная маленькая рукояточка, которая управляет сменой режимов работы автомобиля. Экономичный, спортивный, обычный, либо режим Smart. Рядом с ней располагается клавиша включения контроля скорости на спуске, клавиша включения режима Auto Hold, когда автомобиль держится на месте, рабочим тормозом при отпущенной педали, что удобно для движения в пробках, клавиша включения и выключения парктроников, клавиша принудительной активации камер кругового обзора и выключения Start Stop. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, в данном случае под интересно симпатичной крышкой с микролифтом у нас располагается отсек, куда можно запросто сложить мобильный телефон, причем даже крупный. Здесь 12-ти вольтовая розетка, USB-выход и разъем Type-C для зарядки устройств. Два крайне интересных подстаканника располагаются в большом кармане по центру консоли. Такой конструкции мне еще видеть не доводилось. Внутри центральной консоли есть довольно небольшой по объему бокс, а основной перчаточный ящик здесь тоже не поражает воображение своей вместимостью. И документы А4, скорее всего, придется сворачивать вдвуе. Никакого очечника на потолке в данном случае производитель не предусматривает, а внизу дверных карт есть узенький кармашек, в котором присутствует отформованное под бутылочку углубление. Что касается обзорности, с поправкой на наличие здесь камер кругового обзора вопрос вроде бы бессмысленный, но на самом деле по этой части у Спортажа NQ все в полном порядке. Здесь даже частично видим, правда, только в самых верхних положениях водительского сидения. Боковые зеркала могли бы быть и покрупнее, но с учетом наличия на автомобиле системы мониторинга слепых зон, это также не слишком актуальная претензия. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается заднего сидения этого автомобиля, оно практически полностью плоское, касается этой подушки и спинки, бедро касается подушки сидения, в воздухе не висит уже хорошо. Тоннель на полу есть, но минимальной высоты. Вот это самое вертикальное положение спинки. Здесь есть регулировки. Конечно, так ехать очень неудобно, но если того требует обстоятельство, нужно освободить место для крупного груза в багажнике, при этом перевезти пассажиров, придется им потерпеть. Максимально отклоненное назад положение выглядит вот таким образом. Расстояние до потолка от головы здесь весьма солидное. Садясь сам за собой, я не касаюсь и вообще не достаю коленями до спинки сидения. Зазор остается приличный, но спинка при этом, кстати, пластмассовая и жесткая. Для задних пассажиров присутствует откидной подлокотник с двумя подстаканниками, собственные дефлекторы вентиляции, небольшой кармашек в центральном тоннеле и крючки, куда можно подвесить пакет с чем-нибудь. Внизу дверной карты здесь есть только подбутыльник, назовем его так. Подлокотники такие же жесткие, а при подобном положении спинки сидения здесь еще и довольно высокая линия остекления. Взрослому человеку отсюда еще будет что-то видно. Если у вас ездит ребенок в детском кресле, скорее всего, ему придется с интересом изучать дверную карту. Из приятного здесь достаточный запас пространства для ступней. Их можно затолкать под переднее сидение практически полностью. И нижняя часть сидения, контактирующая с вашей голенью, здесь будет как раз таки мягкой, как у некоторых образцов домашней мебели. А что касается агрегатов и их ресурсов, то в основном моторы под капотом этого Спортеджа на корейский рынок крайне свежие. И пока банально не накопили статистику неисправности. В нашем случае под капотом автомобиля стоит двухлитровый турбодизель D4HD. Это рядная четверка. Блок у него уже не чугунный, а алюминиевый. На моторе используется система впрыска, коммонозавращателей у этого мотора нет. А из довольно странных конструкторских решений производитель применил здесь ремень в приводе газораспределительного механизма. Этот дизель относится к новому семейству двигателей с коммерческой наименованием Smart Stream. И отличается очень хорошей топливной экономичностью. Его мощность 184 лошадиные силы, а крутящий момент целых 412 ньютонометров. Что делает автомобиль еще и весьма резвым. Особенно в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая здесь установлена. Что касается ресурса, то он здесь лежит где-то в районе 300 тысяч километров пробега. И в целом нареканий по D4HD пока очень немного. В основном касаются они либо экологических систем, таких как EGR и сажевый фильтр, которыми этот дизель оснащен сполна. А также есть случаи, когда подобные моторы расходовали масло, что называется, с первых километров. Но они не носят массовый характер. До отзывных компаний по таким моторам производитель пока не докатился. Пожалуй, главное, о чем стоит помнить, покупая такой автомобиль, это про то, что заводской регламент замены ремня ГРМ в 240 тысяч километров явно слишком оптимистичен. Те, кто в это успел поверить, сталкивались с обрывом ремня ГРМ на пробегах около 100-120 тысяч и последующим попаданием на ремонт головки блока цилиндров. Посему разумно будет менять ремень ГРМ здесь хотя бы до пробега в сотку. Что касается дорожного просвета, то низшая точка у этого автомобиля под защитой моторного отсека находится на расстоянии 17 сантиметров от асфальта. До брызговика переднего бампера 21, а брызговичок перед колесом висит в 16 сантиметрах. Мерить здесь расстояние до порогов бесполезно, поскольку практически по всей базе автомобиля присутствует пластиковая защита, которая находится на расстоянии ровно 20 сантиметров от поверхности земли. Задний бампер отстоит от асфальта на 29 сантиметров. Ниже этой отметки здесь не свисает практически ничего. По меркам кроссовера дорожный просвет чуть ниже среднего. Что касается подвески спереди у этого автомобиля, используется классический Макферсон. Шаровые опоры в рычагах крепятся на болтовом соединении, поэтому меняются отдельно от него. Здесь корейцы в своем репертуаре. Стабилизатор поперечной устойчивости находится на подрамнике перед рулевой рейкой, но при этом добраться до его креплений можно и с одной, и с другой стороны, поскольку располагаются они здесь ближе к краям. Так что для замены втулок подрамник можно не снимать. Рулевая рейка в данном случае у нас электрическая, соответственно никаких гидромагистралей и так далее нет. Как нет здесь, кстати, и кардана. Благодаря чему мы можем увидеть, что в плане антикоррозийной обработки дела у этого корейца для внутреннего рынка обстоят практически так же, как и у любых других автомобилей, изначально не предназначенных к экспорту в нашу страну. Антикоррозийные составы нанесены очень локально, и их здесь немногим больше, чем просто герметика на соединительных швах кузова. Что касается задней подвески, в условиях отсутствия здесь редуктора, все очень просто, здесь очень много места. Топливный бак, расположенный в базе, имеет объем всего 54 литра, но этого здесь достаточно. Бак пластиковый, необычной формы. Задняя подвеска многорычажная, здесь по три поперечных рычага и по одному большому продольному, но никаких шаровых соединений нет. Пружина и амортизатор сзади стоят отдельно друг от друга. Доступ к стабилизатору отличный. По части антикоррозийной защиты все плюс-минус, как и в передней части шовный герметик и очень локально поддутый антикорр. Таким мы увидели сегодня кроссовер Kia Sportage актуального поколения в кузове NQ. Напоминаем, у нас на подъемнике был автомобиль 2022 года выпуска, версия для Кореи, дизель 2 литра, 184 лошадиные силы, автомат передний привод. Если у вас был или есть такой автомобиль и вам есть чем наш обзор дополнить и в чем нас скорректировать, пропишите все это в комментарии. Заинтересовал конкретный экземпляр, который был на подъемнике? Контактный телефон для уточнения цены и актуального наличия указан в описании. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и всего хорошего. До новых встреч!